Открытие парков, танцевальные фестивали и культурный диалог. Исторически так сложилось, что турецкий город Ялова стал второй родиной для многих кавказцев, которые по разным обстоятельствам более сотни лет назад обосновались там. За свою богатую историю эти люди не только не потеряли свою идентичность, а напротив, поддерживают ее всеми возможными способами. Вот уже 19-й раз на берегу Мраморного моря прошел международный кавказский фольклорный и музыкальный фестиваль. И параллельно празднику состоялось и открытие парка Хасавюрт. Патима Ханапова расскажет и покажет все в ярких подробностях. Есть слово. Эта яркая многогранная колонна дала старт фестивалю. Шествие проходило по главной прибрежной улице Ялова. Самобытность нарядов и танцев не оставила равнодушным практически ни одного прохожего. Мне очень нравится эта атмосфера. Интересно наблюдать. Многообразие культуры, диалог между ними – это прекрасно. Я люблю изучать другие народы, владея несколькими языками одновременно. Спасибо, что вы приезжаете. Устраиваете нам такой красочный праздник. Мы хорошо знакомы с вашей культурой. У нас здесь даже есть прекрасные села, где живут выходцы из Кавказа. Именно в таких мероприятиях понимаешь огромную силу национальной общности. Здесь ощущается неразрывная связь народов Кавказа. Со стороны казалось, что это большая свадьба, на которую съехалась вся родня. Импровизационные зажигательные танцы – яркое тому подтверждение. Я первый раз. Первый раз. Нравится вам? Да, очень нравится. Какие эмоции были, когда пригласили? Когда пригласили, я обрадовалась, потому что новый город, новые эмоции. Я очень обрадовалась на самом деле. Когда продвигаешь культуру свою, есть мандраж? Да, да, есть. Небольшой есть, да. А так с гордостью продвигаем. Более получаса колонна двигалась к своей главной цели – до местного амфитеатра, где и должен пройти голоконцерт с участием ансамблей из Кавказа. Чтобы занять места, зрители приходили сюда за час. Сути по огромной очереди танец и предков здесь не забыли. Оттого и полный зал восьмитысячного амфитеатра. Но важно отметить, пришли сюда не только представители диаспоры, но и местные жители и просто туристы. На самом деле я просто мимо проходил, рядышком здесь, увидел громкую музыку, какую-то близкую мне по духу. Я решил подойти, посмотреть. И, конечно, я был впечатлен этим выступлением, этим концертом. В общем, я очень приятно, доволен, удивлен. Короче, в общем, масса положительных эмоций я получил от этого шоу, от этого выступления, от этого фестиваля. Мы стараемся каждый год посещать данное мероприятие. Нам очень нравится это культурное многообразие и колорит. Каждый раз под впечатлением. Свет и живой звук настроены, и вот за кулисой ансамбли готовятся к своему выходу. Право открыть концерт было представлено коллективом из Дагестана. Ребята, тяжело будет? Сразу, как только подходим, ноги разогреваем. Берем, бомбим. Понятно? Да! Готовы? Да! Яркая и энергичная лесгинка в исполнении ансамбли из Дагестана собрала шквал овации. А точность движения и горячий характер ребят тут точно не остались без внимания. Дагестана собрала шквал овации. Противовес эмоциональному танцу – утонченное аристократичное выступление адыгов. Статные танцоры – ловкость и плавность движений. Игра на контрастах. Это, наверное, одно из самых многонациональных концертов, которые проходят здесь, в Яловском амфитеатре. У нас вообще очень тщательные, интенсивные репетиции перед каждым выездом. Особенно, если мы представляем нашу родину за границей, то есть для иностранных. При выезде за границу, ведь мы показываем свою родину, свою культуру. И чтобы это было на высшем уровне, ведь этот зритель оценивает нас и оценивает Дагестан непосредственно по этим детям. Здесь первый раз. Очень все нравится. Публика поддерживает всегда. Очень приятные люди, атмосфера. Здесь вообще такой город. Прям хочется здесь находиться. Уезжать даже не хочется. Концерт длился более трех часов. И все это время зрители с интересом наблюдали за каждым выступлением. Закончилась программа за полночь ярко и грандиозно. Кавказские танцы, кавказская музыка. И нам хочется, конечно, популяризации наших народов, нашей традиции. И чтобы люди знали. Так как здесь, в этом городе Яло, очень много наших национальностей из Кавказа, Тагестана. Старт этому фестивалю был дан еще 19 лет назад. И с тех пор не теряет своей актуальности. Свою историю он начинал как международный музыкально-танцевальный конкурс имени Патематамарова. На лучшее исполнение резгинки. Это была частная инициатива заслуженного строителя Дагестана Амара Мароба, которая реализовывалась при поддержке Кавказской ассоциации в Ялове. Все, что здесь происходит, это благодаря неоценимому вкладу Амара Муртазалиевича. Он спонсирует приезды и нахождение тут ансамблей со всего Кавказа, что позволяет сохранять и распространять здесь нашу многообразную культуру. Культурная связь между Дагестаном и турецким городом чувствуется во всем. Кома не заканчивается на фестивале фольклора. Так, накануне здесь прошло торжественное открытие парка Хасавюрт. А другое общественное пространство в центре города вот уже более 30 лет носит название Махачкала. В парке установлен бюсты Маму Шамилю и народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову. Городские власти уделяют особое внимание культурному диалогу между сторонами. Мэр Мустафа Тутук контролировал все этапы организации фестиваля, посещал репетиции, концерты. Состоялась и официальная встреча в его рабочем кабинете. Без помпезных речей, по-дружески. Городоначальник буквально обнял каждого, кто к нему пришел, вручил памятные сувениры, сфотографировался. Я очень рад вас приветствовать здесь. Мы уважаем кавказские народы. Я сам имею кавказские корни. Для нас большая честь, что вы приезжаете сюда, что происходит обмен культур. Главный наш посыл – это жить в мире и согласии. Чем больше культур, тем ярче становится жизнь. Власти говорят, они готовы поддержать любую инициативу, направленную на укрепление дружеских связей между народами. В скором времени в Ялово планируют построить новое здание для Северокавказской ассоциации, где будут все условия для сохранения и развития культурного многообразия Кавказа. Это музей, площадка для танцев, ремесленные студии. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Дауд Гассанов. Новости ННТ. Турция. Ялова.